Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня 1 января 2020 года. Я всех, конечно же, поздравляю. Большое спасибо за все поздравления, которые были оставлены лично мне под разными видео. И сегодня речь пойдет о тех вещах, от которых стоит избавиться. Обычно такой формат видео очень популярен в преддверии Нового года. От чего стоит избавиться до Нового года? Но я считаю, что расслаблением лучше всего заняться как раз-таки в первые дни Нового года. Потому что для уборки, скажем так, сил требуется несколько больше. А вот расслабляться где-то по чуть-чуть, потихоньку, это очень даже может быть приятно. В особенности, потому что очень многих, я думаю, посещает чувство вины засъеденной. И чтобы от этого чувства избавиться, некая созидательная деятельность всем нам в помощь. Итак, речь пойдет действительно о моем списке вещей, от которых я когда-то избавилась. Очень многие вещи, о которых я сегодня вам скажу, вообще в моем доме не присутствуют. Но когда-то я действительно от них избавилась, имея достаточное количество сомнений. Итак, первое в моем списке это пуговицы. Я являюсь человеком, у которого достаточно много одежды, на которой, скажем так, пуговицы узнаваемые. Пуговицы непосредственно с логотипом того бренда, той фирмы, того модного дома, который эту одежду непосредственно изготовил. И у меня набралось огромное количество пуговиц, которые я, конечно же, хранила. Потому что думала, что если оторвется у меня пуговица на какой-то фирменной моей одежде, то, в общем-то, мне нужна будет идентичная пуговица. Я хранила эти пуговицы, не побоюсь сказать, годами, когда их не образовалось огромное количество. Когда эти коробки, их было несколько, я все время открывала, я понимала, что, ну, ни разу, ни разу пуговица у меня не отрывалась. И однажды, хотя сделать это было достаточно сложно, я взяла и выбросила все пуговицы. Просто потому, что я поняла, что если одна пуговица оторвется, я либо вообще ее не буду пришивать, если она нефункциональна. Я буду все время делать вид, что пуговица недавно оторвалась. Я к этим вещам отношусь очень-очень просто. Ну и я также поняла, осмотрев все пуговицы, которые лежали в коробке, что, в общем-то, если пуговицы оторвутся, я просто заменю все пуговицы на изделия, на другие одинаковые. Эти пуговицы я куплю в любом магазине. Все для рукоделия, все для кройки и шитья. Поэтому все пуговицы я выбросила, и больше пуговицы я просто-напросто не сохраняю. Я даже не кладу их в какую-то коробочку, где держу их, допустим, всего лишь год. Нет, я просто не храню пуговицы. Посмотрите ваши пуговицы, возможно, вы тоже осознаете, что ни разу, ни разу вам не потребовалась именно та пуговица, которая оторвалась. А если такое происходило, скорее всего, пуговица, которую вы искали, вы просто не смогли найти. На второе место я ставлю лекарства. Я поменяла питание, я поменяла питание своим детям, и я поняла, что очень многие лекарства, они просто не нужны, и больше я их вообще не буду использовать по определенным соображениям. Ну и также, к счастью, образовалось огромное количество неиспользованных лекарств, которые просто-напросто истекли. Их срок годности либо уже истек, либо подходил к концу. Рассмотрите ваши коробки, либо ваше место, где вы храните вашу аптечку, где вы храните лекарства. И, возможно, это то место, которое стоит облегчить, которое стоит расслабить. Съесть все запасы крупы, орехов, сухариков и так далее. Это еще одно место, третье место, которое можно расслабить. И третья категория вещей, от которых можно избавиться. Конечно же, все можно выбросить, можно все скормить птицам в ближайшем парке, получить от этого удовольствие. Но я искренне рекомендую, как я часто говорю в своих видео о расслаблении, что называется «доесть все, что можно доесть». Имейте в виду, что очень многие крупы окисляются, но если этого не произошло, а этого не происходит, как правило, с крупами, с которых снята вся оболочка, то есть это, допустим, неинтегральный рис и вообще неинтегральные крупы, они практически не окисляются, вы сможете все это доесть. И таким образом вы совершенно точно усвоите ту простую идею, что вам не нужно столько еды, вам не нужно столько запасов. И, возможно, так же, как произошло со мной, когда я, что называется, доела всю свою полезную еду, полезные крупы, какие-то полезные сухарики, какие-то всевозможные полезные галеты, малокалорийные, из какой-то грубой муки и так далее, и так далее, я поняла, что мне не нужно такое огромное количество здорового питания. Я упростила свое питание, моя жизнь тоже упростилась. Посмотрите на ваши запасы, возможно, их тоже стоит расслабить, и, возможно, тоже это можно сделать. Детская одежда. Я поймала себя на мысли, как, наверное, и очень многие мамочки, что очень часто не только я сама выгляжу, ну, не очень хорошо в своей капсуле доносить и выбросить. Кстати, хочу очень поблагодарить и передать сердечно, не побоюсь этого слова сказать, блогерский прежде всего привет, автору канала «Стильный минималист», потому что я совершенно случайно вышла на видео этого автора, где в название было вынесено не только мое имя и фамилия, я подумала, ну, сейчас все меня кто-нибудь раскритикует, потому что тема минимализма на моем канале всегда привлекает очень-очень много споров и даже негативных комментариев. И также было закавычено мое понятие коллекции «Доносить и выбросить», но я очень признательна автору, который не просто в самом видео сказал, что, в общем-то, вдохновился моей идеей «Доносить и выбросить» на создание этого видео, который я посмотрела, но я могу сказать, что это пример просто беспрецедентной блогерской чести, если так можно сказать, когда автор канала, другого канала, выносит твое имя и фамилию, и также, в общем-то, закавычивает твою фразу, которая тебе принадлежит. Большое спасибо «Стильный минималист». Мне очень понравился и канал, и ролик, но самое главное, мне очень понравилась концепция, потому что я тоже считаю, что можно быть стильным человеком, модным человеком, докупать что-то себе в гардероб, но при этом быть минималистом и шагать по этому пути, и развиваться в этом направлении также. Итак, детская одежда, да. Я поймала себя на мысли, что очень часто я печально выгляжу в своей капсуле «Доносить и выбросить», очень часто я, кстати, печально выгляжу на пробежках, рассказывала, что у меня нет специальной одежды, я действительно бегаю в то, в чем придется. Так вот, я также поняла, что у моих детей такое большое количество одежды, они просто не успевают ее вынашивать. И поверьте мне, было непросто избавиться почти от всей, что называется, домашней одежды и детсадовскую одежду, переместить в домашнюю одежду, а детям отдать непосредственно, донашивать на прогулки, а также в детский сад у Данечки нет формы, одежда, которая так называемая «на выход», красивая одежда. Я поняла, что дети действительно не снашивают одежду, она очень часто просто неубиваемая, исключение составляет, возможно, у мальчишек брюки и колени, скажем так, это слабое место, но какие-нибудь красивые джемпера, какие-нибудь красивые кардиганы, футболки, все это, в общем-то, не снашивается. И ребенок вырастает, а одежда по-прежнему новая. Поэтому я расслабила детскую одежду, расслабляла ее в несколько этапов, это было сделать сложно, потому что всегда тебя посещает идея, вдруг твоему ребенку не хватит одежды. Но, тем не менее, одежда я расслабила, я думаю, что любая мамочка, открыв шкаф с детской одеждой, найдет, от чего уже стоит и пора избавиться. Декоративная косметика. Я декоративную косметику не расслабляла очень давно, по той причине, что я стала блогером, и иногда я крашусь, и сегодня я тоже накрашена, и мне кажется, я опять переборщила с бровями. И, кстати, это часто происходит как раз-таки потому, что у меня сохранилось очень много продуктов, и каждый раз я думаю, ну вот он мне, в общем-то, этот продукт не подошел, а вдруг я просто не умею им пользоваться. Ну и начинаю себя украшать, себя украшать, хотя на самом деле мне для классного макияжа необходимо какие-нибудь вот 4 продукта, и не больше, если я начинаю использовать больше, как правило, мои эксперименты очень утяжеляют мне внешность. Но я также поняла, что очень много косметики я сохраняла, и это было не что иное, как извинение, как предлог, чтобы сохранить мне, расслабить свою косметику декоративную, я сохраняла, как я говорила, для детей, для различных праздников, карнавалов, хэллоуинов и так далее. И в этом году мы вообще пропустили хэллоуин, как и большинство детей в нашем городе, потому что у нас были очень сильные дожди, и мы не одевались, мы не красились, мы никуда не выходили, поэтому я поняла, что этой косметики декоративной у меня очень много, пора от нее избавиться, мои дети уже, в общем-то, возможно и никогда не захотят делать себе какой-то сложный грим. И также я поняла, что у меня само вот такое большое обилие косметики, как очень часто, большое количество одежды на наших полках нас подводит, мы не можем найти то, что нам идет, теряемся в своих мыслях, больше тратим времени и энергии на то, что ищем, и не анализируем то, что мы хотим надеть, и как все это будет на нас смотреться. Точно так же в моем случае с декоративной косметикой, мне на самом деле нужно постараться от всего избавиться. Это, кстати, тот момент, где я буду расхламляться. Все остальное, то, что я перечисляла, я уже расхламила, а вот декоративная косметика требует очень тщательного внимания и прямо-таки прореживания решительного, совершенно точно. Кремы, крема, я все время забываю, на самом деле большое спасибо зрителям, которые меня поправляют. Я за время ведения канала научилась говорить шарфы, совершенно точно правильно ставлю так ударение. Кремы, наверное, все-таки будут правильно кремы. Кремы, которые нам не нужны, которые, возможно, нам подарили коллеги накануне Нового года, скорого и с моего марта, тоже мы станем обладательницами огромного количества косметики, уходовой, вот такой легкой, какой-нибудь крем с приятным запахом для тела, для рук и так далее, и так далее. Все это стоит недорого, можно купить в супермаркете. Этим нас одаривают, очень часто этим мы сами одариваем, но, тем не менее, это тоже то, от чего стоит избавиться. Те, кто смотрит мой плейлист про уборку, конечно же, знают, каким способом можно избавиться с пользой от ненужной уходовой, прежде всего, уходовой косметики. Очень часто, действительно, у нас полки в ванной ломятся от уходовой косметики за волосами, за нашим телом, за нашим лицом, за нашими руками и так далее. Но мы всем этим не пользуемся, и это ничто иное, как причина не выбрасывать именно как раз такие идеи, что, возможно, когда-то я всем этим воспользуюсь. Текстиль. Я тоже показывала, как недавно я расхламила текстиль, чему очень-очень рады. А текстиль, какой мы расхламляем, который стал твердым прежде всего. На самом деле, я поняла, что лично в моем случае я могу спокойно относиться к наличию пятен на текстиле, потому что у меня маленькие дети, я знаю, что любая скатерть через неделю будет иметь на себе неотстирываемые пятна, либо пятна, которые мне придется, что называется, застирывать с усилием, и все равно легкий-легкий след останется. Я спокойно отношусь к пятнам на постельном белье, потому что очень часто у маленьких детей идет кровь из носа. Это совершенно нормальная возрастная ситуация, как мне объяснял педиатр, поэтому к пятнам, на самом деле, я отношусь очень спокойно. И я совершенно точно поняла для себя, но это случилось тоже недавно, наверное, в последние какие-нибудь 6 месяцев, что я не готова терпеть вокруг себя и пользоваться твердым текстилем. Поэтому обратите внимание на твердое полотенце, на твердое постельное белье, которое застирывается, лестируется, и также на твердую одежду. Очень часто домашняя одежда становится твердой, очень часто детская одежда тоже от частых стирок становится просто-напросто черной. Твердой. Она становится твердой. Следующая категория вещей – это, конечно же, мои нелюбимые разделители, различные системы для хранения, различные коробки и так далее. Вы не представляете, дорогие мои хозяйки, насколько станет проще ваша жизнь, и в это очень сложно поверить, когда вы избавитесь от всех вот таких подобных систем для хранения, которые должны нам облегчать наше хранение. Почему это произойдет? Ну, во-первых, потому что все-таки это все равно объекты, которые требуют за собой, которые требуют к себе некоторого внимания и требуют от нас ухода. Мы должны протирать коробки внутри. Любая хозяйка знает, что какие бы чистые вещи мы ни хранили, все равно в коробке со временем образуется пыль. Прежде всего от того текстиля, допустим, который мы храним. Мы также знаем, что разделители требуют все-таки, так же, как и, допустим, стенки и полки шкафов, в котором мы что-то храним, они тоже требуют какого-то элементарного и простого ухода. Но я также поняла, что все эти вещи, разделители, системы для хранения, они прежде всего занимают место. Поверьте мне, хранить вещи будет гораздо-гораздо проще, в особенности, если вы встали на путь минимализма, вещей у вас будет становиться все меньше и меньше, и вы легко будете обходиться без систем хранения, без различных коробок, контейнеров, разделителей, мешочков и пакетиков. И помимо того, что и порядок наводить будет несколько даже проще, хранить несколько проще, и убираться в таких вещах будет так же проще. Вы увидите, что действительно вот такая простота, казалось бы, она принесет даже больше порядка в ваши вещи, которые вы храните. Ну и последний моем списке, последний моем списке это бижутерия. Бижутерия, которую мы когда-то купили, потому что она стоила недорого, потому что она нам понравилась, и, скорее всего, это были вещи-утешители, которые мы купили, ну, чтобы хоть что-то купить, чтобы хоть как-то поднять себе настроение. В моем случаем, был такой период, когда я действительно ездила куда-то, допустим, гулять в Паду и покупала себе бижутерию. Это было очень-очень давно, это было еще до рождения двоих детей, я просто понимала, что мне, с одной стороны, не очень хочется возвращаться с шоппинга без какой-то покупки, декоративной косметикой я не пользовалась, была всегда к ней равнодушна, какие-то крупные покупки я не могла себе позволить каждый раз привозить из Паду, и я помню, увлеклась бижутерией совершенно точно. Эта бижутерия мне не подходила, я сразу понимала, приехав домой, что она мне не подходила, но за какие-нибудь 4 евро я не озадачивала свою жизнь, не усложняла свою жизнь каким-нибудь возвратом скором этой бижутерии, вообще, наверное, не знала, как это делается здесь в Италии, я об этом, наверное, даже не задумывалась, я действительно покупала что-то за 4, за 5, за 6 евро, и потом это складывалось, я думала, я буду носить это на горе, нет, я буду носить это с детками на прогулке и так далее, все это не носилось, однажды всю эту бижутерию я собрала и раздала девочкам, девочкам-подросткам на площадке, ну, на самом деле, они не были подростками, они просто были 10-летними девчонками, раздала им всю бижутерию, сказала, что она мне больше не нужна. Ну что ж, вот такой список вещей, от которых можно избавиться, либо количество которых можно действительно уменьшить в разы. Ну и завершая такое новогоднее видео, мне бы все-таки хотелось пожелать своим зрителям избавиться также от вредных привычек. И речь не идет о каких-то очень-очень серьезных, пабубных пристрастиях. Очень часто вредными привычками для нас является, например, привычка поздно ложиться спать, привычка долго-долго-долго оставаться в постели, не вставать сразу, а это очень меняет твой день и твои биоритмы, в общем-то, настроены на то, чтобы все-таки не валяться в постели, а начинать день достаточно активно. Посмотрите на свои привычки, возможно, вы действительно сможете среди всех, в общем-то, здоровых привычек и достаточно сбалансированного образа жизни все-таки найти те вредные привычки, избавившись от которых, вы сможете сделать вашу жизнь гораздо-гораздо лучше. Я же на этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Спасибо.